Он прожил 84 года, оставил доброе имя и хороший след. У нас в Торе пишут, вот кто-то читает, Арабаев знает, что говорит, не смотришь, он человек сколько прожил, 50 лет или 100 лет, смотришь, какое имя оставил и какой след. Кто говорит, оставляет доброе имя и хороший след, это человек живой с нами. Худрахмат Макалюше, 30 дней проходит благополучно. Дай Бог, чтобы годовщина прошла благополучно, чтобы с вами встречались только в радостные и веселые дни. Омень. Это раз. Во-вторых, я сказал уже, как благоурош, плещ, приходя в нашу синагогу, как приехал в Америку, очень парящий человек, одним словом скажу, парящий человек, заходит в синагогу, до выхода один лишний слово не говорит. Как Аурам Авину, Худрахмат Кана Аурам Авине, Гостеприимный человек, все самаркандские очень хорошо его знают. Худрахмат Макалюше, он был обо всех, он прожил немного. В 67-68 году жизни он ушел от нас. Но, как я сказал только что, он оставил доброе имя и хороший след, что он живой всегда с нами. Шесть среди детей создал. Три девочки, три мальчики. Всех я знаю. Все одним словом говорю, что порядочные дети. У нас есть такая книжка, уважаемые женщины. Называется Таилим. Псал Давида. В 2900 году написал царь Давид Амелих. В 15-й главе этой книги написано один сказок человека. Самый, который мне нравится, это слово. Вахир пуллю носо ал-карыву. В переводе. Говорит, дети должны вести себя так, чтобы любой человек увидел, чтобы сказал спасибо, кто тебя воспитал и кто тебя родил. Вот самые главные качества человека. А наши бухарские евреи говорят. Вот все дети пришли, вот такие. Один маленький, самый нужный демритор вам всем. Уважаемые женщины, пять минут внимательно слушайте, что я говорю, напишите в своих компьютерах. Дело в том, что через шесть дней, пять дней на шестой день, 12 декабря, вторник на среду, восьмидневный веселый еврейский праздник. Ханука. На Ханука ваши дети, внуки, правонуки придут к вам в гости домой. Потому что веселый праздник. Когда соберутся они, один из ваших внуков или правонук вам задаст вопрос. Потому что американские дети любопытные. Бабушка или дедушка, папа или мама, сколько лет мы отмечаем праздник Ханука? Если не будете знать, как говорят бухарские евреи, американские дети беру и бехотир, на лицо вам скажут, дедушка истории евреев не знает, бабушка истории евреев не знает. Я коротко, ясно отмечу вам. Запомните, кто-нибудь задаст вам вопрос, ответьте на вопрос. Первый Ханука был в 3622 году. В этом году отмечаем Ханука 2156 лет. И скажите своим детям, внукам, что смотрите, какие наши евреи сильные люди, какой наши торы имеют силу, которые, это говорит легко, 2156 лет не забывают. Это праздник.